Всем привет, меня зовут Алексей, мы продолжаем играть в самый первый Need for Speed, который уже в далеком 1994 году, у нас на очереди будет следующая гонка, я уже ее выбрал, это у нас будет гонка сприт под побережью каком-то, ну и выберем автомобиль, мы выберем Corvette ZR1, давайте посмотрим, что про него нам расскажут, начнем с General. Long-heralded as America's sports car, the ZR1 is the most powerful production Corvette ever made, foregoing the standard pushrod V8 for one with four cams, 32 valves, and 405 horsepower. The ZR1's LT5 engine is a multinational effort, with engineering assistance supplied by England's Lotus, an assembly carried out by Mercury Marine in Stillwater, Oklahoma. Final assembly of the entire car is performed where Corvettes have long been built, in Bowling Green, Kentucky. Как мы видим, он дороже, чем Porsche 911 Carrera, стоит 66 тысяч против 60 у Porsche, но и развесовка у него 52 на 48, практически ровная развесовка. Двигаем дальше, перформанс. Двигаем дальше, перформанс. Как мы видим, что разгон, как и у Porsche, 5,2 секунды до 98 км в час, а вот до 100 миль в час, это 160 км в час, уже, по-моему, разгон побыстрее, 1,4 секунды. Квадр приезжает за 13,4 км в час, одинаково практически, ну и на финише скорость 180 км в час, ну и максимальная скорость очень высокая, 178 миль в час, это, наверное, сколько это, 300 км в час, наверное. Что еще у нас тут есть? С лавом проходит на скорости 63 миль в час, практически как и у Porsche, даже побыстрее приезжает. Так, торможение 60 миль в час, это 142 фута, с 80 км в час, это 956 футов. Так, смотрим продвигатель. Ну и мы видим, на Corvette Zero 1 ставился V-образная восьмерка мощностью 405 лошадиных сил. Этот двигатель был разработан вместе с компанией Lotus Group. Ну и видим, что он открутился до 7000 оборотов в минуту. Так, двигаем дальше. История. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Chevrolet introduced the Corvette in 1953 as the all-American answer to the very popular British roadsters of that era. Нamed after a sleek and fast Canadian submarine chaser of World War II, the first Corvette was fitted with a fiberglass body and the blue flame pushrod inline-six engine. Although the fiberglass body and front engine rear drive configuration have become integral components of the Corvette's design, the body shape, engine, and chassis have seen much change over the last 40 years. In 1990, Chevrolet launched the ZR1 project with a mandate to build a supercar that would compete with Ferrari, Porsche, and other European sports cars. Though the last of the 6,938 ZR1s rolled off the production line on April 28, 1995, the ZR1 remains one of the fastest and most powerful production cars in the world. Так, что мы видим? Первый Corvette был представлен в 1953 году на выставке Моторама. Это совсем новый автомобиль был для Америки. Двухдирный купе Chevrolet Corvette. Он получил из стекла пластиковый кузов, смонтированный на трубчатой раме. Ну и двигатель у него был 3,8-литровый, рядная шестерка мощностью 152 л.с. И имел он двуступенчатую коробку передач Power Glide. Интересно, зачем им двухступенчатая, да еще автоматическая коробка передач? Если бы можно было сделать двухступенчатую механику, зачем двухступенчатый автомат? Всего две ступени и так дальше идем. Второе поколение Corvette появилось в 1963 году. Мотор у него был 8-литровый мощностью. Сначала был 8-литровый, биг-блок, мощностью 425 л.с., это 6,5-литровый. Ну, а затем появился 435-сильный 7-литровый двигатель. Третье поколение Corvette появилось в 1968 году. Сначала на них использовали моторы от второго поколения Corvette. Но в 1969 году появился новый двигатель, объем 5,7 литра. Это около 300 л.с., а позже появился и 7-литровый 390-сильный двигатель. Ну и в 1968 году General Motors приобрела Lotus Group. И они захотели создать автомобиль такой, чтобы он соперничал с Porsche, с Ferrari. Ну и они создали вместе этот автомобиль, который появился в 1990 году и назывался Corvette ZR1. Так, посмотрим видео. Ну а теперь мы проедем гоночку. У нас спринт будет по побережью. Интересно будет. Так, выбираем ZR1. Ну и мы должны выбрать The Park. Посмотрим, сможем ли мы самые быстрые автомобили обогнать. К сожалению, здесь тут что-то не видно. Чтобы можно было бы обогнать автомобили самые быстрые и на автомобиле классом ниже. Пока что не удается. Максимум, что добраться до второго места пока. Так, стартуем. Ух ты, у нас тут электронный спидометр. Где-то 1990 года это круто, наверное. Хотя там и на автомобилях намного раньше, которые выходили тоже был. Электронные спидометры. Мы едем 130 миль в час. Вау, вау, вау. 130, 140. Скорость быстро набирается. Мы супра обогоняем. Она нас закрывает, закрывает, закрывает. Нас носит. Ааа, я ловлю машину, ловлю. У, я поймал машину. Ничего себе. Фууу. Чуть не потерял машину, я управление вообще полностью. Так, придется нам заново догонять. Мы едем на пятой позиции. За нами Porsche. Автомобиль нашего же класса. Средний класс это в игре. К нему относятся Porsche 911, Carrera, Corvette ZR1 и Doge Viper RT. Самые первого поколения. Так. 170. На 178 в часу. Оооо, йоу, йоу. Поаккуратнее надо. Как-то тут, я даже не знаю. Еще две, две мили, наверное, осталось. Нам проехали. Что это? Что это? Вот это, корвет, что ли? Как у нас, да? Коричневого цвета, что ли? У нас же корвет зеленого цвета. Вот это вообще, да? С ума сойти, корвет зеленого цвета. Я первый раз вижу вообще. Такие интересные раскраски были. Вот корвет зеленого цвета. Ну, мы третью позицию. Давай на внутреннюю корвету. О, да. Мы... Супра! Как она? Как она тут вообще выехала? Я не понимаю. Как это возможно? Такое разве возможно? Я не понимаю. Блин, машина прыгает. Еще немножко осталось. Мы должны третью позицию занять. Ну, как вот Супра едет на третью позицию, я вообще представить не могу. Еще немножко. 600 футов осталось. Давай, давай, корвет. Давай, Слипстрим. Слипстрим! Давай! Давай же! Зараза! Блин, закрыл траекторию. Повнутренний он был. Придется венчировать нам на четвертую позицию. Ну, скажу, это неплохо все-таки. Да, 174 миль в час. А вот, смотрите. Первый, кто проехал на Пирари 512 Теста Россо, всего лишь 163 миль в час были. И мы ему неплохо. Немного проиграли, 3 секунды. Но на этом мы закончим. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!